Дмитрий Артюхов посетил фестиваль молодежного многонационального искусства «Таврида Арт». Губернатор Ямала познакомился с павильонами различных регионов, пообщался с участниками и поделился планами по созданию постоянной резиденции округа в арт-кластере. На лекции Российского общества знания глава региона рассказал о Ямале. Молодые люди интересовались условиями для творческой реализации, развитием андеграундного искусства и карьерными перспективами в регионе. В кадре, в культуре, вот здесь рассказываю о том, как мы привлекаем специалистов. Базовая история, которая очень хорошо нам помогла последние годы. Все, наверное, слышали, что на севере зарплаты имеют специфику северных коэффициентов. И раньше была такая задача, их нужно было накопить какое-то время, проработать, чтобы выйти на высокую зарплату. Просто скажу, у нас средняя зарплата по экономике в этом году примерно 170 тысяч. Соответственно, если мы говорим про сферу культуры, доп. образования, то есть средняя зарплата в сфере культуры – это 170 тысяч рублей. Это тоже как ориентир. У нас это номер один в стране по уровню оплаты. Это позволяет нам привлекать молодых специалистов, чтобы они переезжали. И что важно, эта зарплата сегодня доступна с первого дня. Теперь не нужно накапливать северные, которые раньше занимали от 3 до 5 лет. Сегодня специалист приезжает из любого региона и сразу получает достойную заработную плату. Дмитрий Артюхов также рассказал о разработке национального проекта «Молодежь и дети», который будет включать развитие круглогодичных молодежных центров, в том числе Тавриды. Отметим, что ямальцы традиционно активно участвуют в грантовом конкурсе «Росмолодежи» на Тавриде. За три года организации фестиваля «Пять ямальцев» получили грантовую поддержку для реализации своих проектов на общую сумму 2 миллиона 372 тысячи рублей.